Благодарю. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы это, конечно, очень распространенное заболевание. Все это знают. Примерно 10% пациентов нуждаются в оперативном лечении. К сожалению, чрезмерно длительный период медикаментозного лечения зачастую приводит к позднему обращению пациентов за хирургическим лечением. Мы часто с этим сталкиваемся. Длительная стронгурия приводит к необратимым изменениям стенки мочевого пузыря, утолщению стенки, нарушению кровообращения в ней. Зачастую формируется гиперактивный мочевой пузырь. И даже при проведении хирургического лечения впоследствии мы зачастую не получаем должного эффекта. Хирургические методы лечения являются, конечно, эффективными, но, увы, часто пациенты в преклонном возрасте имеют и сопутствующую патологию, и нередко это исключает возможность каких-то серьезных хирургических вмешательств, в том числе и по поводу ДКПЖ. В 2009 году доктор Карнивалис и авторы предоставили свои первые данные по успешной эмболизации простаты у двоих пациентов. Потом подхватили эту идею португальские исследования во главе списка. Отечественные исследования уже в 2010 году, видите, это наши соседи, Барнаул, предоставили интереснейшие данные по эмболизации артерии простаты уже у 40 пациентов. В своей работе мы используем метод урофлоометрии и считаем, что ему принадлежит одна из ключевых ролей в определении показаний к оперативному лечению по поводу ДКПЖ. Конечно, основная проблема при лечении доброкачественной гиперплазии приставительной железы – это недооценка выраженности симптомов, недооценка выраженности заболевания. Зачастую из-за того, что мы обследуем пациентов поверхностно или довольствуемся только лишь простыми вопросами по поводу жалоб, пропускаем серьезные нарушения. У каждого пациента свой уровень терпеливости. Вот посмотрите, интересный лист. Максимум флоу снижен на 55%. Причем, представьте себе, у этого пациента были минимальные жалобы. Хирургические методы лечения представлены на слайде. В общем-то, в принципе, есть из чего выбрать. Конечно, биполярная трансуртральная резекция простаты при доброкачественной гиперплазии весьма эффективна. Когда-то говорили, что это золотой стандарт, потом, как и все, просто мода на эту фразу прошла, но думаю, что смысл остается тем же. Конечно, это золотой стандарт, один из лучших методов, но, опять же, не всем он показан. Многим противопоказано это. Даже это оперативное лечение, несмотря на малую инвазивность. Позоделонная аденомоктомия по Милину. Мы выполняем ее при крупных аденомах. Замечательный метод, который позволяет осуществить полный контроль за кровотечением. Наши исследования проведены в группе больных с доброкачественной гиперплазией предстоятельной железы. Мы проводили исследование, достаточно стандартное. Это, естественно, трузия, это, естественно, флоуметрия, это исследование уровня ПСА. Выделена группа больных с доброкачественной гиперплазией предстоятельной железы, которым операция была противопоказана или крайне нежелательна в связи с высоким хирургическим и анестезиологическим риском. Таких пациентов, я думаю, у всех у нас достаточно много. Занимаемся мы этой проблематикой с 2011 года. За это время проведена 31 эндоваскулярная окклюзия артериального русла простаты. Возраст пациентов колебался от 55 до 86 лет. Практически все пациенты имели серьезную сопутствующую патологию. Ишемическую болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, нарушение ритма сердца, гипертония, диабет, ОНМК в анамнезе. 78% пациентов страдали избыточной массой тела. Причем максимальный индекс массы тела доходил до 41. Каково же место эмболизации артерий простаты в хирургическом лечении ДГПЖ? Это показания эмболизации артерий простаты. Доброкачественная гиперплазия предстоятельной железы, проявляющая себя нарушением мочеиспускания, стронгурия и ирритативная симптоматика. Размеры более 50 кубических сантиметров. Неэффективность медикаментозного лечения. Наличие противопоказаний разного рода. Кровотечение варикозно-расширенных вень шейки мочевого пузыря на фоне ДГПЖ, которые не оккупируются консервативными мероприятиями. У больных с выполнением ранницы с тостомой при задержке мочи на фоне ДГПЖ. Противопоказания. Непереносимость контрастных веществ, вы понимаете, что, естественно, используются контрастные вещества в большой концентрации, в большом количестве. Наличие острых воспалительных заболеваний, наличие декомпенсированных заболеваний, тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность, почечная недостаточность, дыхательная недостаточность. Состояние после перенесенного инфаркта миокарда или острого нарушения мозгового кровообращения в срок до трех месяцев. Флотирующие тромбы в бассейне вен нижних конечностях, анемия, тяжелая экоаглопатия, ну и, конечно, аномалии анатомического строения подвздошных сосудов. Это тоже может помешать. И мы с этим сталкивались. Методику я описывать не буду. После меня будет выступать специалист, который непосредственно занимается этой методикой, и все расскажет. Я расскажу о результатах. Результаты, конечно, нас более чем порадовали. Объем представительной железы, по данным Трузи, до операции колебался от 54 до 264 кубических сантиметров. В среднем он составил 104 кубических сантиметров. По данным контрольных Трузи, пристательной железы, который проводился, как правило, спустя 3 месяца после операции. Объем простаты уменьшился в среднем до 57 кубических сантиметров. Это 54% от исходного. То есть объем уменьшился на 45%. Представьте себе. Результаты уровня ПСА. ПСА колебался в пределах от 0,07 до 14 нанограмм на миллилитрах. До операции имеется в виду. В среднем он составил 5,37 нанограмм на миллилитр. Причем, по всей видимости, высокий уровень ПСА связан с тем, что это были пациенты, которые перенесли капитализацию, цистостомию, и это могло, конечно, увеличить уровень. Что касается контрольного исследования уровня ПСА через 3 месяца после эмболизации, мы наблюдали снижение уровня до 3,5 нанограмм на миллилитрах в среднем в группе. Урофлоуметрия. Очень интересные данные по показателям мочеиспускания в цифровом выражении. Максимальная скорость мочеиспускания колебалась от 3,1 до 17,3 мл в секунду и в среднем составляла 9,6 мл в секунду в группе. Средняя скорость мочеиспускания составляла 5 мл в секунду. Объем мочи при мочеиспускании составил в среднем 201 мл. После вмешательства максимальная скорость мочеиспускания составила 15,8 мл в секунду. Улучшение на 60%. Я считаю, это очень существенно. Средняя скорость мочеиспускания в среднем 13 мл в секунду. Улучшение 38%. И улучшение времени мочеиспускания на 59%. Уменьшение. Объем мочи при мочеиспускании составил от 98 мл до 480 мл. В среднем 254 мл. То есть объем мочевого пузыря увеличился, физиологический объем, на 26%. Эмболизация может быть проведена и на фоне острой задержки мочи. У нас есть такой опыт. Пятерым пациентам была проведена на фоне острой задержки мочи. Надо сказать, что, конечно, это, наверное, не лучший контингент для этих операций. Но проведение такой операции у них возможно. У троих в раннем послеоперационном периоде восстановилось самостоятельное мочеиспускание. У двух пациентов потребовалось провести тракарную цистостону. Но потом мы этот цистостон убрали, и мочеиспускание восстановилось. Эти пациенты тоже обследованы методом мурофлометрии и трузии в отдаленном периоде. Частота технических неудач и осложнений. У одного пациента окклюзию артериального русла выполнить не удалось, ввиду технической невозможности селективной катеризации обеих нижнепузырных артерий. У двух больных в раннем послеоперационном периоде развился некроз слизистой наружного отверстия уретра. Надо сказать, что на консервативной терапии справились, не было каких-то серьезных некрозов, не сформировалась структура наружного отверстия уретра. Обошлось. Клинический пример. Пациент 77 лет. Сопутствующая патология. Артериальная гипертензия, экстрасистолия, геморрой. С редкими рецидивирующими кровотечениями. Госпитализирован по истинным показаниям. С жалобами на невозможность самостоятельного мочеспускания. Это как раз пациент с острой задержкой мочи. По данным УЗИ объем простаты 114 кубических сантиметров. Теперь сразу к контролю. Контроль проведен через два месяца после вмешательства. Субъективное значительное улучшение. Объем простаты составил 67 кубических сантиметров. Вернемся к первому объему. Это 114 и 67. ПСА в норме. Скорость мочеспускания максимальная 12,5. Пациент 56 лет. Поступил с жалобами на учащенное мочеспускание, слабый набор струи мочи, ноктурию, сопутствующая патология. ИБС. Постоянная форма фибрилляции предсердия. Норма формы. Гипертоническая болезнь. Ожирение. Хронический необструктивный бронхит. Необострение. Итак. До операции объем предстательной железы 140 кубических сантиметров. После операции 94. Максимальный поток. 16,1 мл в секунду до операции. И после 11,6. Думаю, вы согласитесь. Результат вполне достаточный для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Третий пациент. Сопутствующая патология сахарный диабет. Давайте я не буду зачитывать. Результаты тоже вполне впечатляющие. Теперь картинки. Ну, после моего доклада будет еще и видео. Поэтому я их постараюсь показать побыстрее, чтобы не затягивать время. Хорошо видно, что эмболизация эффективна. Метод легко объективно оценивается. Со всех сторон. И выводы. С помощью эмболизации артерии простаты нам удалось добиться уменьшения объема простаты до 54% от исходного. То есть на 45% в группе. Значительно улучшаются показатели по данным урофлоометрии. Показатели мочеиспускания. Это касается и максимального потока, и длительности мочеиспускания, и времени мочеиспускания. Я показывал и физиологического объема мочевого пузыря. А самое главное, что эмболизация может быть выполнена пациентам с тяжелой сопутствующей патологией. Очень преклонного возраста. То есть мы получаем с помощью этого инструмента, получаем возможность серьезно, достаточно радикально помочь огромной группе пациентов, которым мы отказываем до сих пор. Благодарю за внимание.